В центре международного внимания снова Сочи. Уже в июне болельщики со всего мира вновь соберутся на стадионе Фишт. На этот раз, чтобы наблюдать за футбольными матчами Кубка Конфедерации. По сути, это будет генеральная репетиция перед еще одним важным событием в 2018-м – чемпионатом мира. До первой игры чуть больше полугода. Сверить часы Вениамин Кондратьев сегодня собрал всех, кто занимается подготовкой спортивных праздников. Глава региона сразу обозначает позицию. Никаких проблем в этом вопросе уже быть не должно. Вы прекрасно понимаете, что зона ответственности больше не края. Сегодня мы говорим о лице в целом нашей страны. Сегодня важно понимать, когда все недостатки будут устранены. И еще важно понимать, когда все строители, еще раз подчеркиваю, все строители, монтажники, наладчики, кто угодно, уйдут с объекта, уйдут со стадиона Фишт. В противном случае многие из вас уйдут со своих должностей. Это еще раз подчеркиваю престиж страны на кону. А мы сегодня пытаемся свой хомут снять и кого-то перевешать. Не пойдет. И на самом деле бумажками под названием письма не надо обмениваться. Просто бумагоморательством занимайтесь. И не нужно с третьего на четвертый этаж письма писать. Не нужно. А у нас это зачастую. Притом зачастую, когда письмо с первого этажа на пятый, идет месяц. Для проведения матча в ФИФА стадион пришлось реконструировать. Все монтажные работы уже завершены. Осталась внутренняя отделка, установка кресел на трибунах. Экзамен на готовность Фишт будет сдавать уже зимой. 10-15 февраля, это все мы должны, коллеги, понимать, состоится инспекционный визит по готовности стадиона. Это приедет порядка 40 инспекторов только в ФИФА, кроме инспекторов нашего оргкомитета. Опыт принимать гостей у Кубани уже есть. Но в отличие от зимней Олимпиады, футбольные матчи пройдут в самый разгар летнего курортного сезона. И помимо болельщиков, на Черноморское побережье приедут тысячи отдыхающих. А значит, нужно решить вопрос с транспортной доступностью, ставит задачу губернатор. В первую очередь увеличить количество автобусов и составов электричика. Чтобы не допустить транспортного коллапса, ограничить въезд легковых автомобилей, как это было во время сочинских игр 2014. И здесь должно заработать постолимпийское наследие – перехватывающие парковки, уверен Вениамин Кондратьев. А что сейчас с этими парковками, перехватывающие, как вы их называете, которые в Олимпиаде принимали участие? Ну, они есть. Мы, в принципе, в горячем ключе эта площадка есть и под Магри есть. То есть физически это сделать можно. А дальше нужно отработать механизм, что вот поставили на перехватывающую парковку, а дальше пересаживаются в электричку опять же. Я даже не рассматриваю алгоритмы, чтобы не было перехватывающих парковок. В таком случае это невозможно. Тогда мы не сможем просто закрыть, перекрыть город. Вот в чем вопрос. Для автотуристов и в целом, кто хочет заехать в этот промежуток времени в Сочи. Поэтому, конечно, мы людям должны альтернативу-то предложить. Охранять порядок во время матчей, как и во время Олимпиады, привлекут казаков. Ведут и моратории на продажу алкоголя в 500-метровой зоне от спортобъектов. А помощниками для иностранных болельщиков станут волонтеры. Их будет не меньше тысячи человек. И в основном это будут кубанские ребята. Необходимо учесть все нюансы, считает глава региона. Этот футбольный праздник должен надолго остаться в памяти всех, кто приедет в Сочи. Болельщики, которые приедут на эти зрелищные футбольные матчи, и отдыхающие, которые приедут, и тоже могут стать болельщиками. На самом деле получат двойное удовлетворение. И на самом деле жаркие впечатления и от игры на стадионе Фишт, но и от сочинского гостеприимства. Матчи в Сочи будут смотреть миллионы человек по всему миру, напоминает Вениамин Кондратьев. А значит нужно сделать все, чтобы многие из них стали постоянными туристами в Краснодарском крае. Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.